Сегодня мы вручаем в алекционной книжке и знаке кандидату в мастера спорта нашим воспитанникам Гаврикову Александру Сергеевичу. Давайте поздравим. К званию кандидата в мастера спорта Александр Гавриков шел с самого детства. В секцию бокса он пришел в 7 лет, вдохновившись примером старшей сестры, которая добилась больших успехов на ринге. Много лет Александр упорно тренировался, чтобы побеждать на соревнованиях различного уровня и приблизиться к почетному спортивному разряду. Напор нужен, чтобы хорошо выступить на соревнованиях, нужна физическая подготовка. Вот мы физическую подготовку укрепляли, тактика, тактическое мастерство. Иван Гавриков, как и брат, увлекся спортом в детстве. Сначала юноша хотел попробовать свои силы в легкой атлетике, но не срослось, и он пошел в бокс. По словам Ивана, несмотря на ежедневные тяжелые тренировки, ему всегда нравился этот спорт, и в будущем он хочет поехать на Олимпиаду. Каждый день тренировки проходили, не было выходных. Ну, допустим, если был выходной день, то мы ходили в бассейн, плавали. То есть, всегда чем-то были заняты. Александр Карасев не отстает от своих товарищей по команде, и в этом сезоне показал отличный результат на первенстве России. Александр единственный, кто представлял Саров на всероссийском уровне в этом году. Юноша признается, что борьба на ринге не далась ему легко, потому что его соперник был старше и опытнее. Самый серьезный старт за этот год был. Он провел два боя. Один выиграл, второй ее проиграл. Второй бой был сложнее. Тот начал сразу давить. И поэтому инициативу отдал ему, поэтому проиграл. Сейчас спортсмены готовятся к чемпионату РФСО «Спартак» среди мужчин по боксу, который пройдет в Тольятти 6 июля. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Продолжение следует.